О субсидиях и штрафах, доходах и расходах в программе Эхономика Добрый день! По эфире программа Эхономика в студии Эх Москвы Пскове Алексей Овчинников И сегодня в нашей студии вместе со мной такой настоящий десант из Межрайонной налоговой службы России номер один по Псковской области С нами сегодня Сергей Геннадьевич Голубев, это заместитель начальника Межрайонной ФНС России номер один по Псковской области Иванов Вячеслав Николаевич, тоже замначальника Межрайонной ФНС России номер один по Псковской области И Михаил Юрьевич Иванов – это заместитель начальника отдела оперативного контроля межрайона ФНС России номер один по Псковской области. Сегодня мы поговорим об интересных проектах Федеральной налоговой службы, которые касаются сферы торговли и общепита о том, какие нарушения допускают предприниматели при использовании контрольно-кассовой техники, ну и чем эти ошибки, конечно, могут обернуться. Кроме того, мы обязательно поговорим об имущественных налогах, время выплаты которых неумолимо приближается. И обсудим такой серьезный и болезненный вопрос, как теневые зарплаты и как их можно легализовать. Напомню, что традиционно на канале Псковской ленты новостей наш выпуск можно посмотреть на YouTube-канале. В PLM-группе ВКонтакте можно найти ссылочки. Ну, разумеется, ссылки будут доступны и на сайте Псковской ленты новостей. Коллеги, добрый день. Добрый день. Вячеслав Николаевич, предлагаю начать с вас и с такой темы, как имущественные налоги. Я так понимаю, время приближается к сроку платы этого самого налога. Что нужно знать? Кто является плательщиками? Где-то он, как известно, там рвется. Что нужно учесть? Ну, плательщиками имущественных налогов у нас признаются граждане, которые имеют в собственности зарегистрированные объекты движимого или недвижимого имущества. Объектами налогообложения и имущественных налогов в данном случае у нас являются первое – это транспортные средства, это автомобили, мотоциклы, моторные лодки, самолеты, вертолеты и тому подобное. Второе – земельные участки. И третье – это объекты недвижимости, это жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, доля в праве собственности, ну или иное имущество. Как правило, налогоплательщики, я надеюсь, у нас знают, что они являются налогоплательщиками. Да, я думаю, да, конечно же. А что касается сроков уплаты этого налога, то все-таки когда необходимо его оплатить? Ну, как правильно вы заметили, на сегодняшний день у нас приближается срок уплаты имущественных налогов, до наступления указанного срока остается всего три недели. В 2021 году граждане обязаны оплатить имущественные налоги за 2020 год, не позднее 1 декабря. И здесь я хочу отметить, что в 2021 году 1 декабря – это рабочий день, это среда, поэтому, соответственно, переноса крайнего срока уплаты имущественных налогов для граждан не будет. Никаких ссылок на какие-нибудь нерабочие дни, связанные с пандемией, тоже делать не будет? Нет, в этом году, к сожалению, срок уплаты не позднее 1 декабря. Ну, я надеюсь, что налогоплательщики у нас люди сознательные, и не первый год платят, наверное, налоги, но все-таки давайте проговорим, как этот самый имущественный налог можно оплатить. Ну, первое, самые легкие способы, сразу назову, это через портал госуслуг. Любой гражданин может оплатиться и оплатить там имущественные налоги. Второе, через сайт Федеральной налоговой службы. Это личный кабинет налогоплательщика, уплата налогов и пошлин на сайте Федеральной налоговой службы России. А я напомню, что он находится в сети интернет www.nalog.ru. Можно его оплатить по индексу платежного документа. Вот узнать индекс платежного документа можно, отправив обращение по жизненной ситуации, узнать индекс документа для оплаты имущественных налогов. С помощью сервиса обратиться в ФНС России. Кроме того, узнать свой УИН можно также и в налоговой службе, мы открыты для всех. Поэтому, ну, я имею в виду в пределах той ситуации пандемии, да, в которой мы находимся. Можно записаться на онлайн-запись, узнать свой УИН и оплатить также имущественные налоги. Кроме того, имущественные налоги можно оплатить в любом отделении Почты России, ну, а также в любом, в любой кредитной организации, в любом банке. Для этого необходимо знать свой ИНН и через банкомат, либо по ИНН, либо приложив квитанцию со штрих-ходом, можно оплатить данные налоги. Светлана Николаевич, а по опыту Вашей работы, вот все-таки налогоплательщики каким-то способом пользуются на данном этапе чаще всего? Различные способы используют, это радует. То есть у нас нет такого, чтобы налогоплательщики все или большую часть использовали какой-то один, да, поэтому чаще всего, конечно же, они оплачивают через сайт Федеральной налоговой службы, это радует, потому что наши налогоплательщики привыкают к нам, мы привыкаем к ним, поэтому, ну, вот, наверное, это самый такой вот более определенный способ уплаты налогов. Ну, давайте к самому волнительному теперь перейдем. А что ждет людей, которые, ну, скажем, забудут оплатить имущественный налог или как-то специально проманкируют это необходимое действие? Да, к сожалению, 2 декабря неуплаченные имущественные налоги, они перейдут в разряд налоговой задолженности, и в данном случае налоговый орган обязан будет принять все меры к ее взысканию в соответствии с статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации. На первом этапе мы направляем налогоплательщику требование об уплате налога, срок его для оплаты добровольной составляет 8 дней, и в случае неоплаты данной задолженности в установленный срок в требовании налоговый орган обязан, еще раз подчеркиваю, обязан будет обратиться в суд за выдачей судебного приказа. При получении судебного приказа, судебный приказ мы предъявляем к исполнению, различные способы предъявления, либо работодателю по месту работы должника, либо в банк, в котором у должника открыт расчетный счет. Если этот гражданин, мы будем говорить, к сожалению, пенсионер, то в пенсионный фонд для исполнения. Ну и самый стандартный способ – это направление его в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Я так понимаю, придется оплатить еще какие-нибудь пени, госпошлину? Да, конечно же, негативные последствия для многоплательщика на этом не заканчиваются. Он обязан будет оплатить исчисленные пени, и я обращаю внимание, что они будут начисляться в размере 1,03 ставки рефинансирования именно за каждый день просрочки. Кроме того, необходимость уплаты госпошлины в 200 рублей, а также исполнительский сбор в случае направления в службу судебных приставов судебного приказа и возбуждение исполнительного производства. Это 7% от суммы долга, но не менее 1 тысячи рублей. Но кроме этого, для граждан наступают такие негативные последствия, как ограничение на выезд за границу, это запрет на совершение и проведение регистрационных действий в отношении его движимого и недвижимого имущества. Ну и, к сожалению, самый такой вот способ, который негативный, это все-таки арест имущества должника от службы судебных приставов. Ну, мы сейчас радиослушатели, конечно, немножко так саркастично улыбнулись, когда услышали про ограничение выезда за границу, но пандемия не вечно, а вот подозреваю, что налоги и ответственность за их неуплату с нами подольше, чем пандемия, поэтому, наверное, стоит это все-таки иметь в виду. Спасибо большое. Я теперь предлагаю взять еще одну такую серьезную тему, она касается теневых зарплат. Сергей Геннадьевич, я так понимаю, продолжим мы с вами этот разговор. Я так понимаю, это одна из приоритетных задач налоговой службы вообще как-то выводить заработную плату из тени, и очень хочется узнать, насколько вот эта легализация неформальной занятости населения у нас проходит успешно, в частности, и в Сковской области тоже. Но давайте начнем с того, какие, собственно говоря, последствия ждут тех работодателей и работников, которые получают зарплату в конвертах. Ну, как вы правильно уже сказали, именно работа Федеральной налоговой службы связана с легализацией выплаты заработной платы, а также сокращением неформальной занятости, это одно из приоритетных направлений. Почему оно является приоритетным направлением? Ну, наверное, понятно. Но, пояснив немного, можно сказать, что так как Федеральная налоговая служба является администратором налога на доходы физических лиц, а это поступление в бюджет, мы как раз-таки напрямую и заинтересованы в этих поступлениях. Также, уклоняясь от уплаты обязательных платежей в бюджет и выводя зарплату, ну, так сказать, простыми словами в тень, работодатели напрямую ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Я неоднократно уже подчеркивал, отмечал, что, наверное, самым важным моментом здесь является для людей, о котором, возможно, на текущий момент они не задумываются, это их будущая пенсия. Когда в итоге подойдет срок, и людям будут рассчитывать пенсию, тот период работы, когда они работали без оформления трудовых отношений, он не будет учитываться для расчета пенсии. Для многих, возможно, эта выплата будет единственным источником доходов. Поэтому этот вопрос очень существенный и важен. В случае же, если у людей оформлены трудовые отношения, но работодатель идет на нарушение и скрывает часть заработной платы, то они должны понимать, что при расчете пенсии будет учитываться, понятно, только белая заработная плата, которая реально показывалась. Вот это, наверное, самый такой важный момент. Также вторым фактором, может быть, это лишение социальных гарантий. Ну, такие как право по ТК РФ, по Трудовому кодексу. Это выплата больничного, пособий по беременности и родам. Ну, возможно, выплаты какие-то при получении вреда здоровью на производстве. Это тоже коснется непосредственно самих работников. Что еще хотел бы отметить? В случае, если возникнет у гражданина такая необходимость подтвердить свои доходы, ну, скажем так, улучшить жилищные условия, взять ипотеку, например. Ну, или просто потребительский кредит. Или просто потребительский кредит, да. В данном случае будет тяжело доказать свои доходы кредитному учреждению, и возможность взять этот кредит, ну, просто будет очень маленькая. И это усложнит, так скажем, жизнь нашему гражданину. И, наверное, еще такой фактор хотел бы отметить, как непосредственно поступление денежных средств в бюджет. То есть, если налоги уплачиваются работодателями честно, в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, и поступают своевременно в бюджет, то эти денежные средства могут идти на финансирование каких-то социальных программ, развитие того же региона, в котором мы живем. А непоступление этих денежных средств, конечно, так скажем, в общем ухудшает вот эту нашу жизнедеятельность. В общем, если вы не хотите задуматься о себе, подумайте хотя бы о друге. Ну, можно, наверное, и так сказать. Ответственность. Что я могу сказать про ответственность? Для работодателей ответственность будет такова. Федеральный закон от 29 сентября 2019 года, 325 ФЗ, внес изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. В соответствии с этим законодательством, если ранее работодатель не нес ответственности за теневую выплаченную заработную плату, то сейчас, если налоговыми органами будет установлен такой факт неперечисления денежных средств, то для работодателя возникает ответственность в перечислении все-таки этих денежных средств, уплаты их в бюджет, и это будет производиться непосредственно за счет работодателя. Мы же знаем, что подоходный налог уплачиваем мы, как физические лица, получая этот доход 13%, у нас удерживает налоговый агент. В данном случае непосредственно данную выплату будет производить за свой счет работодатель, а для работника здесь никаких последствий не будет. Те денежные средства, которые будут выплачены работодателем за работника, учитываться как доход работника не будут в данной ситуации. Отметил бы, что существует налоговая ответственность. У нас есть статья 123 НКРФ, которая гласит о том, что за несвоевременное перечисление налоговым агентом денежных средств в бюджет предусмотрена штрафная санкция в виде 20% от суммы неперечисленного налога. Существует еще статья 122, которая говорит о том, что если налогоплательщикам был занижен свой доход, не показан в декларации правильно, а налоговым органам были произведены уже доначисления в результате мероприятия налогового контроля, то тут также подразумевается ответственность в размере, опять же таки, 20% от суммы дополнительно начисленного налога. Подчеркну, что несмотря на то, что будут применены вот эти наши санкции, все равно тот налог, который своевременно был, не уплачен, он должен быть уплачен, плюс к нему должны будут уплачены соответствующие пения за каждый день просрочки. Для крупных нарушителей существует статья 199 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации уже, где предусмотрена ответственность с суммой штрафной санкции от 100 до 300 тысяч рублей. А крупные это вот на сколько крупные? Крупные от 15 миллионов рублей, ну или же особо крупные размеры, это у нас 45 миллионов рублей. Ну, хочу сказать, что несмотря на то, что сумма здесь 15 миллионов рублей довольно-таки такая большая, существенная, для тех, кто не дойдет до особо крупного, а будут санкции непосредственно связанные с налоговым кодексом, который я ранее перечислил, это все равно неприятно. И бьет по карману, зачем работодателю увеличивать себе расходы, лучше, наверное, сразу сделать все в нормах действующего законодательства. Если же мы говорим про неформальную занятость, то здесь отмечу, что предусмотрена ответственность кодексом об административных правонарушениях за осуществление деятельности без регистрации в качестве образования на юридического лица или же регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ответственность предусмотрена в размере от 500 до 1000 рублей. Но, опять же таки, отмечу, что в случае, если это будет крупный размер, 2,7 миллиона рублей, или же особо крупный размер, 13,5 миллионов рублей, то здесь есть статья Уголовного кодекса Российской Федерации, 198-я, и ответственность предусмотрена уже будет от 100 до 300 тысяч рублей. Вот такие вот штрафные санкции грозят непосредственно нарушителям действующего законодательства. Могу сказать, что инспекции проводятся на текущий момент большая работа с выявлением именно фактов незаключения трудовых отношений и легализации выплаты заработной платы. У нас проходит и проводится и будет проводиться большая работа, связанная с проведением рейдовых мероприятий. То есть, мы на территории нашей администрируем, ну, это город ГДОВ, Кусковский район, ГДОВский район. Зачастую проводим рейды по, ну, например, точкам общественного питания, точкам оказания бытовых услуг. Изначально мы, понятно, что не идем туда официально в плане проведения проверки, да, мы просто приходим, так же, как и любые потребители, получаем какую-то услугу, но видим, оказывая эту услугу, кто нам ее оказывает, сколько человек там задействовано в оказании услуги. В то же время обращаем внимание на применение контрольно-кассовой техники. И в совокупе, когда получаем такую информацию, анализируя непосредственно со сведениями, которыми располагает налоговый орган у себя в базе, и видим, что выявляется нарушение, да, не сопоставляются какие-то там, например, отчетность представлена за одного-двух человек, а мы видели фактически людей, работающих больше. Тогда уже официально налоговый орган проводит мероприятие налогового контроля, мы осуществляем рейдовые мероприятия, и фиксируем данные нарушения, и пытаемся работать непосредственно с работодателем на легализацию сотрудников. Пока что работа, которая проводится, она дает свои результаты. У нас действительно было много рейдовых мероприятий. По общим результатам могу сказать, что в бюджет дополнительно поступило порядка 6,5 миллионов рублей. 79 сотрудников были трудоустроены работодателями, и порядка где-то, наверное, 30 работодателей в рамках проводимой нашей работы еще попутно увеличили заработную плату, которая выплачивалась сотрудникам, потому что существуют такие факты, когда заработную плату действительно еще и пытаются занизить. Вот мы на это тоже обращаем внимание, и как-то побуждаем работодателя показать ее реальную. Я правильно услышал, что рейды в основном осуществлялись по общепиту, сфере услуг и, наверное, торговле. Заодно контрольно-кословую технику проверяли. На текущий момент, да, мы выделяем некоторые области, ну, наверное, одна из областей, где мы видим максимальный риск, это именно общественное питание, но в то же время проводится работа и с отраслью клининга, и с отраслью частной охранной деятельности, оказание бытовых услуг. Ну и немножко дальше поподробнее же мой коллега расскажет, мы также проводили подобные мероприятия и на рынках города. То есть это получается сейчас в смысле легализации зарплат такое слабое звено, вот эти отрасли, которые мы перечислили. Вот промышленность, там все хорошо. Это зоны риска, я бы отметил их как зоны риска. Также в зону риска сюда можно отметить еще, вот я не назвал, наверное, строительство тоже. Где много еще и мигрантов, я так понимаю, работает. Ну, привлекаются сотрудники, да, в том числе и мигранты. Я так понимаю, что, ну, достаточно успешно, все-таки в это поле вы возвращаете, да, но я услышал, что основная работа проводится по заключению трудовых договоров, договоров или договоров. Вот надо русский язык подтянуть. Если же мы говорим про такие случаи, вот вы их как бы упомянули, что когда работодатель, ну, скажем так, официально платит МРОД, как положено по закону, я так понимаю, а остальное, ну, как бы платят сотруднику в конверте. Очень редко, когда сотрудники сами сообщают о таких фактах. Ну, боятся работу потерять, например. Но все-таки такие случаи выявляете? Я правильно понимаю, что вот это вот примеры, когда повысили зарплату, это, наверное, вот такие примеры. Это вот как раз из разряда, да, данной ситуации. И мы периодически проводим в инспекции комиссии, связанные с легализацией выплаты заработной платы, и приглашаем на комиссии организации, вот как раз и по тем же сферам, которые я уже перечислил, если даже у них, в принципе, зарплата больше минимального размера оплаты труда, но по данным общей статистики, мы видим, что в среднем в отрасли зарплата повыше. И мы вот приглашаем на комиссии организации, индивидуальных предпринимателей, беседуем, пытаемся выявить факторы, которые влияют на эту зарплату, почему она такая низкая, ну и, конечно, пытаемся сообщить о том, что вот средняя это такая-то, если она ниже среднего, в принципе, другие-то работают, и зарплату поддерживают на таком уровне, и почему вот у вас она значительно, например, ниже. Разговариваем, и да, вот работодатели по результатам этих комиссий потом поднимают заработную плату и стараются действительно подтянуть ее к средней. — С самими работниками при этом разговариваете, которые, вот, например, получают зарплату ниже, чем положено по рынку, но почему-то не сообщают об этом налоговой. — В рамках мероприятия налогового контроля, конечно, мы общаемся непосредственно и с работодателями. В случае необходимости мы приглашаем, у нас есть такая возможность по повестке вызвать сотрудников организации, но мы не ограничиваемся с сотрудниками организации, которые работают на текущий момент. Мы стараемся еще и установить тех сотрудников, которые работали, а на данный момент уже не работают, пригласить их тоже, и, как правило, вот они дают более такую актуальную информацию о фактах выплаты заработной платы на учреждениях. — Мораторий на проверке, который был введен в связи с пандемией и локдауном в прошлом году, не знаю, когда он закончился, но, тем не менее, он как-то повлиял на работу именно по логизации зарплаты? Не усложнилась ли она из-за того, что был мораторий на проверке? — Ну, когда был мораторий на проверке, мы в соответствии с этим мораторием их и не проводили, поэтому там можно сказать, да, что действительно она работа была, но не в таких объемах. Сейчас, в 21-м году, у нас такого моратория нет, и мы, можно сказать, наверстываем. — С удвоенной силой. — И мы, да, активно наверстываем, стараемся отработать тот период, который, вот, был, так скажем, немножко выпал из-за COVID-19. — У вас есть какое-то взаимодействие при этом с властями, там, городскими? — По поводу взаимодействия, да, что хотел бы отметить. У нас организована работа, есть планы работ, подписанные непосредственно с администрацией города, Псковского района, Игдовского района. Эти планы также подписаны и со стороны правоохранительства, органов, чтобы они оказывали содействие нам в проведении мероприятий. И при проведении мероприятий зачастую мы именно комиссией вот такой межведомственной проводим рейдовое мероприятие для того, чтобы мы могли максимально зафиксировать нарушения по рейду. И уже именно каждое ведомство со своей точки зрения, так скажем, и в силу своих возможностей могло побудить работодателя действовать в рамках действующего законодательства. Легализовать зарплату, легализовать сотрудников, повысить зарплату. Такая работа ведется. Плюс этот обмен информацией, он нам дает еще возможность не в рамках именно рейдовых мероприятий, а какими-то иными способами, получая информацию, узнавать о том, что где-то есть нарушения, уже анализировать и готовиться к выходу на конкретную организацию или конкретному индивидуальному предпринимателю. Ну, чтобы нас радиослушатели не спросили о суде и кто, давайте тогда обозначим. Вот проблема нелегальной зарплаты, это только коммерческий сектор? Бюджетные и муниципальные сферы там комарно, что-то не подточит? Там все вот строго по букве закона? Ну, здесь я бы, наверное, сказал о том, что выплата установлена непосредственно там и нормативными документами, да, и выплаты происходят непосредственно из бюджета. Здесь, наверное, риск просто минимален в этом направлении. А работа налоговых органов во многом все-таки, я бы отметил, связана с таким рискоориентированным подходом, все-таки охватить инспекции в 200 человек, администрируемую территорию в 300 с лишним тысяч проживающих граждан, вот именно сплошняком, это, наверное, сложновато. А вот именно подразумевая рискоориентированный подход, когда мы аккумулируем информацию, собираем, анализируем ее и уже понимаем, так скажем, зоны риска и вплоть уменьшая эти зоны риска до отдельных налогоплательщиков, предпринимателей, организаций, и вот туда выходим и проводим работу. Спасибо. Особенно была сейчас интересная мысль про общепит, который, так понимаю, оказался в зоне риска, как вы сказали. Ну, что любопытно, во время пандемии, которая все еще продолжается, они об этом продолжают говорить, что они массово теряют сотрудников, и в то же время выясняется, что они не особо за этих сотрудников, получается, и держатся, раз там такая проблемная ситуация с легальными зарплатами. Есть о чем подумать. Ну, последний вопрос, наверное, на эту тему задам. Мне кажется, он важный. Вот есть ли работодатель, который вел себя, ну, так скажем, некоторое время не совсем добросовестно, выплачивал зарплаты в конвертах, не оформлял трудовые документы, как положено, и вдруг он захотел исправиться, встать на путь истинный. Он, наверное, же будет переживать, что если он сейчас пойдет налогово все оформлять как положено, то вскроются его былые, скажем так, недостатки. Вот как вот войти в легальное русло, не понеся при этом наказание? Есть ли способы? Есть ли какие-то индульгенции, чтобы вот все-таки, ну, тот, кто все-таки решился встать на путь истинный, ну, как бы он не понес особого большого наказания? Я вас понял. Ну, так скажем, пока что действующим законодательством индульгенции таких, чтобы освободить от тех нарушений, которые были допущены, не платить за это штрафные санкции, нету, но есть такое обстоятельство, как, то есть работодатель представляет уточненные расчеты, показывает сотрудников, он сделал это с нарушениями, составляется акт проверки, выносится решение, и вот в рамках рассмотрения вот этого решения мы можем применять смягчающие обстоятельства. Ну, и понятно, что если работодатель добровольно это сделал, признал свою вину, заплатил денежные средства в бюджет, которые были недоплачены, мы применяем смягчающие обстоятельства, и зачастую суммы штрафных санкций уменьшаются, причем уменьшаются там и в 8, и в 16 раз, а это довольно-таки существенно. Конечно. Спасибо большое, я надеюсь, что пусть медленно, но, верно, мы все-таки будем двигаться в сторону абсолютно легального. Я бы единственное хотел еще дополнить, мы поговорили так плотно про работодателей и про выплату заработной платы, существует еще небольшой такой контингент, с которым мы также работаем, и тоже хотелось бы, чтобы они самостоятельно легализовались, это непосредственно граждане сами, физические лица, у нас есть такая услуга, как сдача жилья в аренду. Есть такая услуга. Здесь необходимо напомнить о том, что сдавая жилье в аренду, физические лица получают с этого доход, и этот доход в обязательном порядке должен декларироваться. Вот в случае, если физические лица сдают в аренду недвижимость, мы очень много установили фактов сдачи недвижимости в аренду, проводили мероприятие налогового контроля, вот 403 физических лица нам задекларировали свои доходы после проведенной нашей работы, и это только в 2021 году, вот общая сумма дохода составила почти 27 миллионов. Все-таки хотелось бы, чтобы люди относились к этому более ответственно и делали это самостоятельно. А для тех, кто хочет себе как-то упростить процесс сдачи имущества в аренду, чтобы не заморачиваться с декларацией по форме 3 НДФЛ в конце года, вот рекомендовал бы такой сейчас активно развивающийся режим налогообложения как налог на профессиональный доход. В общем, я так понимаю, налоговая инспекция внимательно следит за сайтом Авито. Авито, букинг, конечно. Само собой. Может быть, даже Airbnb, кажется, называют еще сервис, где тоже квартиры сдаются. Ну, мы расширяем свои возможности, мы тоже параллельно учимся со всеми, ищем. Ну, могу сказать, что в инспекцию поступает и довольно-таки существенное количество обращений, когда соседи сообщают о том, что сдается квартира. Ну, видимо, что-то пошло не так. С агентствами недвижимости, с риэлторами взаимодействуете в этом вопросе? Ведь часто человек ленивый, он и не будет регистрироваться на Авито, и на букинг он пойдет, он скажет, риэлтор, занимайся, вот у меня квартира есть, но все деньги мне. Стараемся работать в этом направлении, но здесь, опять же-таки, вопрос, как захочет риэлторская организация взаимодействовать с налоговым органом? Нет, так бы есть еще на чем поработать. Понятно. Спасибо большое. Михаил Юрьевич, ну, давайте теперь поговорим о двух таких интересных проектах, которые запустила Федеральная налоговая служба. Если не ошибаюсь, уже год прошел, когда после запуска этих проектов, то есть они уже так достаточно, ну, относительно давно работают уже, то есть это не какое-то такое новшество, это уже некая система, которая должна быть, по идее, уже обкатана. Ну, мне так кажется, вы меня сейчас, если что, поправите. И хочу начать именно с общепита, о котором мы сейчас так долго говорили, что за проект касается именно этой сферы, что он там предполагает, на что направлен. Давайте напомним, хотя мы, наверное, уже обозначали, ну, может быть, плавно перейдем уже к каким-то первым результатам. Да, здравствуйте. Уже не первый год бизнес применяет онлайн-кассы, которые в режиме реального времени передают информацию о всех расчетах налоговый орган. И это позволяет налоговым органам контролировать поток денежных средств, которыми потребители расплачиваются за товары, работы и услуги. Именно с контролем денежного потока связаны проекты Федеральные налоговые службы. Это общественное питание и проект по исключению недобросовестного поведения на рынках ярмарках. Ну, остановился тогда на проекте общественного питания. Согласно данным Федеральной налоговой службы и государственной статистики, оборот денежных средств в сфере общественного питания имеют существенный объем. И налоговая служба постоянно проводит мониторинг выручки фиксируемой контрольно-кассовой техники. Также анализирует показатели финансовой деятельности налогоплательщиков. Анализ показал, что именно особенности оказания услуг в сфере общественного питания и сложившаяся ментальность потребителей, когда потребители спокойно относятся к тому, что им не выдают кассовый чек, допустили риск осуществления расчета в сфере общественного питания без применения контрольно-кассовой техники либо с нарушением порядка применения. В связи с чем для обеления сферы общепита Федеральная налоговая служба вот и начала отраслевой проект «Общественное питание». В рамках данного проекта на первом этапе были направлены каждому налогоплательщику, работающему в сфере общественного питания, уведомления о необходимости применения контрольно-кассовой техники и о последствиях ее применения. С июня 2021 года по настоящее время проводится постоянный мониторинг расчетов, тем самым выявляются налогоплательщики, нарушающие требования законодательства применения КПТ. Такие налогоплательщики включаются в флампроверки, в отношении их проводятся соответствующие контрольные мероприятия. Так вот, с июня 2021 года была проведена 41 проверка в отношении налогоплательщиков в сфере общественного питания. 25 налогоплательщиков привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Кроме этого, в целях проверки соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники проведено 149 контрольных закупок, в ходе которых не выявлено нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Но наиболее распространенное нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники, которое выявляется по результатам анализа и контрольных мероприятий, это первое, что сам факт не применения контрольно-кассовой техники, не выдача кассового чека клиенту. либо выдача чека с некорректными реквизитами. Также хотелось бы напомнить, что штраф за неприменение контрольно-кассовой техники напрямую зависит от суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники. Но его минимальная величина для индивидуальных предпринимателей составляет 10 тысяч рублей, а для организаций – 30 тысяч рублей. За повторное совершение административного правонарушения, выразившегося в неприменении контрольно-кассовой техники, если совокупная сумма расчетов, проведенных без применения ККТ, составит 1 миллион рублей и более, может быть приостановлена деятельность на срок до 90 суток. Были такие претенденты, когда приходилось приостанавливать деятельность именно из-за нарушения? Нет. В нашей практике пока таких претендентов не было еще установлено. Это, наверное, положительный все-таки момент для нашей сферы, что до такого пока не доходило, и буду надеяться, что и не дойдет. Думаю, наши радиослушатели тоже и так общепит, как следует колбасит. С чем связаны вот эти нарушения? Вы перечислили, что основные неприменения контрольно-кассовой техники, невыдачи чека – это какое-то сознательное нарушение, попытка обойти налоги? Или это нерасторопность, забыли, официант, может, нерасторопный неправильно что-то оформил? Что происходит чаще? Сознательное, так скажем, или нечаянное? В основном, как сейчас в данном показывает практика и анализ, в настоящее время это, наверное, уже происходит связано с тем, что у нас нарушения с невыдачей контрольно-кассовой техники, неприменения контрольно-кассовой техники уже более… Меньший процент занимает по сравнению с невыдачей. В основном попадается, и это связано уже, как я говорил, да, уже сложившимся менталитетом. То есть, ну, не выдали чек, тебе выдали там счет или это, если с общепитом связано, и клиенты на этом уже считают, что достаточно счет. Ну, давайте перейдем сразу ко второму проекту, который связан с рынками. Ну, это практически для меня такие родственные все-таки сферы, это рынки, общепит. На рынок мы тоже, как бы, приходим в основном за едой, но не только, понятное дело. Что по проекту рынки? В чем его особенность? На что он направлен? Второй проект рынки – это по исключению недобросовестного поведения на рынках. Федеральная налоговая служба этот проект проводит по поручению президента Российской Федерации. Проект призван сократить теневой оборот розничных рынков и ярмарок в результате обеспечения повсеместного применения, установленных в законном случае, контрольной кассовой техники. В конечном итоге реализация проекта будет способствовать повышению роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных рынков, создания равных конкурентных условий для ведения бизнеса. Также важным фактором в реализации данного проекта является защита прав потребителя, приобретающего товар на рынке, так как кассовый чек является первичным документом, подтверждающим приобретение товара у индивидуального предпринимателя или юридического лица, и на основании которого в случае приобретения некачественного товара или некачественно оказанной услуги может предъявить претензию продавцу. Поэтому хотелось бы напомнить о том, что проверить кассовый чек и направить жалобу ФНС может каждый покупатель с использованием бесплатного мобильного приложения, это проверка чека. На первоначальном этапе проведения мероприятий по реализации проекта, по исключению недобросовестного поведения на рынках, была проведена инвентаризация хозяйствующих субъектов, оказывающих деятельность на рынках и ярмах, в ходе которой также была проведена информационно-разъяснительная работа с данной категорией налогоплательщиков. В рамках этого этапа проверено наличие и применение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов, правильность регистрации контрольно-кассовой техники, в частности, указание адреса установки контрольно-кассовой техники, правильность отображения всех реквизитов к кассовым чекам. При выявлении несоответствия индивидуальным предпринимателям или представителям организаций был разъяснен порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники. В настоящее время в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на рынках, проводится мониторинг проведения контрольно-кассовой техники. Мониторинг проводится в виде еженедельного мониторинга расчетов, осуществленного каждым индивидуальным предпринимателем организаций. Также, кроме этого, продолжительный период времени проводилось визуальное наблюдение применения ККТ на рынке, когда инспекторы фактически выходили на рынок и со стороны также наблюдали, как продавцы применяют контрольно-кассовую техники. Как тайные покупатели? Да, как обычные покупатели. Ну и со стороны тоже проводили наблюдения. В отношении налогоплательщиков, не применяющих контрольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксирующих выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, планируются и проводятся проверки. При этом все проверки планируются и проводятся с учетом риска ориентированного подхода. И только в отношении недобросовестных налогоплательщиков, не соблюдающих требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Вот так, в июле 2001 года, с июля, по настоящее время проведено 27 проверок, по результатам которых все налогоплательщики были привлечены к административной ответственности. И в результате проведенных мероприятий, вот в целом, на подконтрольной территории практически уже достигнута целевая модель рынка. То есть все, кто должен быть зарегистрирован в качестве организации индивидуальных предпринимателей, зарегистрированы. Они имеют и применяют контрольно-кассовую технику. И сумма выручки многократно превышает затраты. — Приятно это слышать. А скажите, пожалуйста, ведь есть же такая категория у нас появилась, опять же, по-моему, с прошлого года самозанятых. Часто очень возникают споры между покупателями и, собственно говоря, самозанятыми, должны ли они выдавать им чек или нет. Как это все-таки работает, когда самозанятый занимается торговлей? — Ну, кто зарегистрирован в качестве самозанятого, для них не распространяется обязанность применять контрольно-кассовые технику. Но у них при регистрации есть мобильное приложение, которое «Мой налог». И они должны направлять этот кассовый чек в электронном виде на адрес электронной почты, либо на абонентский номер. — Я правильно понимаю, что самозанятые, на самом деле, продавать могут только то, что сами сделали. Они же не могут заниматься торговлей. Ну, вот, купил там на каком-то складе одежду и пошел ее продавать на рынке. Мне кажется, это же не та категория. — Под эту категорию, да, они не подпадают самозанятые, если перепродавать. Они, это в основном самозанятые, это было сделано для, кто оказывает услуги сам. Ну, например, это репетиторы, которые самозанятые. Либо в той же самой сфере услуг общественного питания, там тоже могут быть самозанятые, которые занимаются изготовлением кулинарной продукции, и сам ее реализовывает. Это для этой категории и сделано было такой вот модель в виде самозанятых. — Я просто вспоминаю те ролики, которые ходили по телеграм-каналам, где любят публикатики трэшовые новости, где там, например, продавец чуть ли не матом орет на покупателя, да не должна я тебе чек, я самозанятая. Но при этом я вижу, что у нее за спиной там висят какие-то шубы и одежда. Я думаю, ну, с какой стати ты вообще самозанятая? Точно должна была чек предоставить как, не знаю, индивидуальный предприниматель, в конце концов, как минимум. Я просто вижу, что до сих пор возникают такие вопросы, когда действительно покупатель может прийти и сказать, где мой чек, а ему говорят, ну, что, не знаю, я самозанятая. У нас таких фактов, я так понимаю, не выявляются, потому что вы на меня так удивленно смотрите. Я так полагаю, не про нашу область. Нет, смысл в том, что здесь немножко другой нюанс. Здесь не вопрос, выдачи или не выдачи чека. Самозанятый, он не обязан покупать и применять контрольно-кассовую технику отдельно. Но обязанность применять приложение «Мой налог» и формировать непосредственный чек в нем, у него есть. И он обязан это делать по каждой операции. А непосредственно клиенту, кому оказывается данная услуга, это чек, правильно Михаил Юрьевич сказал, он может быть либо распечатан оттуда с приложения, либо направлен на адрес электронной почты, либо есть еще такая возможность, формируется QR-код, клиент со своего смартфона считывает этот QR-код и видит чек по оказанной услуге. То есть сам чек, он фактически есть, и он формируется. Только что не через контрольно-кассовую технику, а непосредственно в приложении «Мой налог». Понял. Михаил Юрьевич, вы вот тоже сказали про риск-ориентированный подход. Что имеется в виду? Даже на рынках есть свои, так скажем, тонкие места, свои зоны риска? Ну, конечно. В отношении каждого налогоплательщика мы проводим риск-ориентированный подход. Отслеживается, я как говорю, ежедельно поступление выручки по контрольно-кассовой технике, она может в разрезе каждого налогоплательщика. Если там выручка уже не поступает в течение какого-то времени, то есть уже налогоплательщик подпадает в это, может под анализ. Почему она не поступает? С чем это связано? И в результате, может, мониторинга с выхода, может, плательщик уже не работает, прекратил деятельность, либо он, может, под факт не применяет контрольно-кассовую технику. То есть это постоянно как бы отслеживается за посредством наблюдения за поступлением выручки по контрольно-кассовой технике. А еще есть один такой вопрос, в котором хочется уже поставить точку над «и», так сказать. Он постоянно тоже возникает именно и в сфере общепита, и, собственно говоря, и на рынках тоже. Продавцы, официанты под разными предлогами, ну, например, не ловят сеть, сломался терминал, ну, просто у нас его нет, но если вы хотите безналом, то просят перечислить деньги на мобильный номер. Произвольный, мой, то есть официант говорит, это мой номер, там, номер администратора, номер самого торговой точки или общепита. Можно ли так делать или все-таки нельзя? Ну, основное средство расчета – это у нас, конечно, наличные и с использованием банковского терминала. А то, что денежные средства перечисляются на мобильный номер телефона, это должны контролировать и вообще центральный банк и не допускать такой системы расчета, массового перечисления, когда идет на номер телефона. Это недопустимое такое средство расчета. А вы когда проводите проверки, обращайте на это внимание? Потому что иногда бывает прямо вот на торговой точке написано, вот там наш номер, сюда можно перечислить деньги. Конечно, обращаем на это и принимаем соответствующие меры. Понял. Михаил Юрьевич, вот сейчас работа по этим двум проектам, общепит и рынки, это все-таки больше профилактическая работа, мера такая предупреждения, как бы не наказать, а скорее предупредить? Или вот уже время профилактики и предупреждения прошло, и сейчас это больше вопрос о наказании? Нет, ну основная цель... Или там баланс? Нет, основная цель это не наказание, я же говорю, что основная цель это чтобы были все в равных условиях, то есть чтобы все были зарегистрированы в качестве либо организации, либо предпринимателей, применяли контрольно-кассовую технику, то есть чтобы для всех были созданы равные конкурентные условия на рынке, и в том числе и покупатели были защищены в своих правах, как с точки зрения права потребителя, так как кассовый чек в том числе является первичным документом для защиты своих интересов по качеству товаров. Да, что-то хотел добавить? Да, я просто хотел немножко подытожить, но не подытожить, а сделать такой вот вывод. Конечно же, это работа превентивного характера, не цель ее наказания, цель ее выработка у наших налогоплательщиков менталитета, связанного с обязательной не только применением контрольно-кассовой техники, но и выдачей чека налогоплательщику. Вот это главная задача. Если все будут делать так, как написано в законе, то я считаю, что ни к одному налогоплательщику со стороны налоговых органов не будет никаких претензий. Спасибо большое, Анатолий Николаевич, за такой резюме. Но у нас еще есть время, поэтому я все-таки задам еще один вопрос Михаилу Юрьевичу, такой же, как я задавал Сергею Геннадьевичу. Если нарушение уже совершено, но человек, который, например, не воспользовался контрольно-кассовой техникой, хотя должен был, и он вдруг понял, что упс, я хочу исправить положение, он сможет это сделать как-то без понесения головы на плаху, а вот я вот осознал, я понял, я сейчас все исправлю. Дайте возможности. Да, если налогоплательщик осознал это, ну, он мог же-то осознать это, например, в конце рабочего дня или в какой-то период времени было установлено, что вот, да, был факт неприменения контрольно-кассовой техники. Он это может исправить, пробив этот кассовый чек на ту сумму, которую не была применена контрольно-кассовая техника, путем пробития кассового чека коррекции. Но если это факт неприменения контрольно-кассовой техники уже станет известен именно федеральной налоговой службой, то налогоплательщик уже, тут будет возбуждено дело об административном правонарушении, а вот рассматриваться будет. И тут уже будет рассматриваться привлечение этого плательщика к ответственности. Есть такие примеры, когда вот все-таки недобросовестные хотят все-таки вот, я не хочу быть недобросовестным, я сейчас исправлю все. Да, конечно. Это получается раньше, когда факт неприменения контрольно-кассовой техники, если неизвестно налоговому органу, многие плательщики сами неосознанно устанавливали этот факт и сообщали об этом федеральную налоговую службу. Вот такого-то числа мы не применили, но мы исправились. И об этом факте сообщали. Сейчас сообщать об этом не требуется, это исправляется ошибка путем пробития чека коррекции. То есть налогоплательщик, непроизвольно совершив вот это административное правонарушение, пробив кассовый чек коррекции, он тем самым освобождается от административной ответственности. Спасибо большое. Я думаю, что все мы налогоплательщики, наверное, каждый из нас житель страны в той или иной мере это все-таки налогоплательщик, уже достаточно хорошо разобрались в нашем налоговом законодательстве. Дай бог она не будет так же стремительно меняться, когда это менялось. Хочется более-менее большего такого стабильности в этом вопросе. Спасибо вам большое, Сергей Геннадьевич, Слас Николаевич, Михаил Юрьевич, за то, что сегодня были с нами и поделились с нами тонкостями вашей работы. С удовольствием в этой студии еще с вами пообщаемся и узнаем, насколько успешно наше население платит налоги и наш бизнес, и сможем ли мы найти.